Одна из самых больших проблем многих людей – это неумение отпускать. Причем не только людей. Обстоятельства, мысли. И многие так и живут. Вот в формате, знаете, той шутки про чемодан без ручки. Когда выбросить жалко, а нести тяжело. И это реальная проблема. При этом я обращал внимание, насколько вы легко отпускаете все. Все вещи, людей, мысли и даже прошлые достижения. Вы на них не циклитесь. И вы не выпячиваете их, как кардинал. И не говорите, а я же. Я забываю переодеть. А я же. Да, то есть, а я же, а я же. Вот вы этого не делаете. Вы не будете там идти и кричать, что а я была там. И все. И вот дальше можно много чего перечислять. Как так? Как научиться отпускать? Я даже не знаю, как. Но я думаю, скромность должна быть какая-то. Скромность. Скромность по отношению к своему прошлому. Как к позитивному, так и негативному. У тебя что-то произошло негативное. Кто-то тебя обидел. Ну, как-то скромнее надо. Тебя же не обидел вообще, я не знаю, Зевс. А ты тоже там не святая. Ну, тут миллионы людей друг друга обижают. Ну, попроще как-то. Проще, но обидел их. Если тебя кто-то похвалил, ты чего-то добился. Ну, добился. На протяжении тысячи людей, люди чего-то добивались. И многие еще более крутых. Ну, поскромнее. Ну, добился и забыл. Взял себе эту энергию, что ты добился. Галочку поставил. Ага, значит, и дальше что-то сможешь. И пошел, и пошел, и пошел. Я думаю, что для того, чтобы быть человеком, который может отпускать обиды, измены, собственные добродетели, собственные офигенные поступки, это человек, в котором преобладает скромность перед большим миром. То есть это двойственное состояние. С одной стороны, это люди, у которых масштаб души, то есть замах, на что они замахиваются, о чем они замахиваются, думать, соответствует бесконечности. То есть они не говорят, это не мое. Я не могу об этом думать, это слишком большое. Я не могу рассуждать о вселенной. Я не могу рассуждать и философствовать, потому что я маленький человек. Нет, у них масштаб огромный. Отсюда возникает эта тихая, скромная харизма. А с другой стороны, будучи вот такими, они относятся ко всему этому очень скромно. Почему? Потому что одновременно видят, что человеческая жизнь ничтожна. И все мы копошимся, как муравьи на этой земле, в своих комплексах и обидах, неся свои соломинки в зубах, меньше одной секунды по сравнению с жизнью Вселенной. Поэтому нафига так напрягаться-то по поводу прошлого? Ловим сегодняшний день и начинаем что-то делать. И поэтому, вот я же говорю, я недавно вынесла кучу хлама из квартиры, дышать стало легче. Так и здесь. Прошлое закройте, дышать станет легче. Вы сразу же уменьшитесь в годах. То есть вы как новорожденные. И пойдете дальше. Вот, например, муж ушел. Это же так сложно отпустить. Люди по три, по четыре года мучаются. А почему я отпустила легче? Потому что он умер в счастье. Да? И почему я отпустила его так, чтобы не мучиться сильно каждую секунду? Ну, потому что здесь и сейчас-то я должна быть счастливой. То, что было раньше охрененное, это прекрасно. Но этого уже нет. И я это отпускаю. Как хорошее, так и плохое. Как мои взлеты, так и моя планета. Нафиг. Начинаем что? С нуля. Вот это очень интересно. То есть нулевой уровень – это не с рождения. Это каждую секунду, когда вы отпускаете прошлое. Вы рождаетесь заново. Это дает вам прорву молодой энергии.